Только за прошлый 2023 год казахстанские производители мяса индейки заработали на экспорте 5,5 миллионов долларов. При этом на рынке продолжает расти потребность в данном продукте. Об этом говорят и российские производители. Потребность огромная, на мой взгляд, потому что сфера мясопереработки, сфера выращивания, она однозначно растет и в России, и в Казахстане. Соответственно, у вас рынок пока пустой. То есть у вас очень маленькое количество бизнесменов, кто занимается именно выращиванием, производством и переработкой. При этом мясо индейки не входит в список социально значимых продовольственных товаров, поэтому ограничений на экспорт не будет, как это любят делать в Казахстане. Но стоит понимать, что выращивание индейки не самое простое дело. Индейка одна из самых тяжелых видов птиц. По выращиванию курицы значительно проще, цыпленка брулера, даже в периоде выращивания. То есть это 38-40 дней до забойного веса курицы, у нас 5,5-6 месяцев. То есть циклы абсолютно разные, себестоимости абсолютно разные. Но индейка на сегодняшний момент это стопроцентный тренд российского рынка и тренд, я думаю, что мирового рынка. То есть это очень полезное мясо. В Казахстане с прошлого года перестали субсидировать производство мяса индейки, в то время как в России существует грантная система поддержки и крупные игроки, которые ориентированы на экспорт. Мы начинали на свои средства, нас никто не субсидировал. Много лет мы занимались тем, что сами себя растили и выращивали, как именно бизнес. На сегодняшний момент у нас тесные взаимосвязи с государством. У нас есть несколько грантов, выделенные на реконструкцию наших корпусов, на развитие именно инфраструктуры наших птицефабрик. Россия имеет несколько крупных игроков, очень серьезных. Это агрохолдинги, скажем так, корпорации. Это группа компаний Черкизова, группа компаний Домоте. Они экспортируют продукцию на территорию республики Китай, я знаю, в ряд других ближневосточных стран. Конкурировать в такой среде тяжело, но в производстве курицы конкуренция гораздо выше. Рынок для индейки более свободный, и Казахстан имеет географическое преимущество для экспорта. Поэтому отечественным птицеводам стоит задуматься об этом направлении. Продолжение следует...